Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ника Сабрекова и я преподаватель по пастельной живописи проекта Художник онлайн. Сегодня мы с вами будем рисовать на черной бумаге и сделаем легкий набросок с изображением вишни. В этом задании для нас важно научиться использовать черную бумагу как выразительный элемент в нашем изображении. Таким образом мы будем наносить где-то пигмент и в некоторых местах эта бумага будет просвечивать. Также мы с вами потренируемся изображать глянцевые блестящие поверхности так чтобы они выглядели материальным. Ну что ж, пора приступать к работе. Начинаем работу. Нам понадобится пастель сухая, пастельные карандаши, бумага формата А4. Я использую бумагу фирмы концом, метант черного цвета. Кроме того нам понадобится резак и растушевка и клячка для того чтобы поправлять какие-то помарки и убирать лишние линии. Наносить рисунок мы с вами будем с помощью карандаша. Можно использовать белый, серый или какой-то другой цвет, который будет виден на черном фоне. На пересечении диагонали находится центр нашего листа. Мы его отмечаем точечкой и где-то вокруг этого центра у нас должны располагаться элементы нашей композиции. В данном случае это вишни. И мы их сначала такими легкими движениями стараемся наметить. При том, что композиция в листе должна быть расположена гармонично. Элементы должны быть расположены равномерно по всему листу. В то же время высота каждой из вишенок должна быть немножко разной. Это расположено выше, это расположено чуть ниже. Форма, размер также немножко разная. Вот это вишня у нас расположена боком, поэтому мы должны будем нарисовать и внутреннюю и внешнюю сторону, а также отверстие, в котором была косточка. Здесь мы видим отверстие для черенка на этой вишне. Здесь соприкасаются вишенки друг с другом. Вот эту я немножко отодвинула, она будет дальше находиться от разрезанной вишни. Это ягодка. И здесь мы видим тоже черенок, место прикрепления черенка к вишнике. Вот таким вот образом располагаем основные элементы. Листики изящной формы. Обратите внимание, что средние линии этих листиков, они должны быть немножко изогнутыми, то есть не прямыми. Вот таким вот образом падающие тени в данном случае мы рисовать с вами не будем, поскольку фон у нас черный и так максимально темный. Можно вот такими промакивающими движениями убрать лишний пигмент в том месте, где контуру изначально мы нарисовали не совсем точно. Вот таким вот образом мы убираем. И на этом этапе можно приступать уже к работе цвета. Я буду пользоваться пастельными карандашами малиновых красноватых оттенков. Кроме того, нам понадобятся светлые оттенки для бликов, но это не обязательно должен быть именно белый цвет. То есть в данном случае можно использовать холодный розовый оттенок. Оттенок для бликов. Можно использовать пастельные карандаши в смеси с мелками. Когда мы комбинируем эти два материала, то можно прорабатывать мелкие детали и наряду с этим какие-то широкие поверхности. Также можно быстро закрашивать. Вы посмотрите, я начинаю с бликов. Они у меня, повторяюсь, не белые, голубоватых, розовых, не ярких оттенков. И затем можно прорабатывать саму вишню. Обратите внимание, что ягода такая не очень светлая, то есть где-то есть насыщенные тени. И мы вот так вот не полностью в данном случае можем закрывать фон. А где-то этот черный фон нам может и помочь. Тут же продолжаем формировать глянцевую поверхность нашей ягодки. Вот таким вот образом. Смотрите, клячкой, вот этим мягким ластиком я пользуюсь иногда как карандашом. То есть, видите, можно смять вот таким вот образом нашу клячку, чтобы получился остренький край. И какие-то тонкие линии таким образом можно проработать. Где-то тени могут быть более контрастные, насыщенные. Где-то можно использовать более холодные или более теплые оттенки. В этом месте переходы от цвета к тени, условно говоря, можно использовать оранжевый, даже оттенок яркий. В принципе. В общем. В общем. В общем. И продолжаем работать. И продолжаем работу над остальными эрагдами. Начиная с бликов. Форма бликов, как вы понимаете, очень важна. Поскольку вишня это глянцевая такая ягода, она напоминает стекло по своей структуре. Такой блестящий. Получается яркий контраст темного цвета, глубокого вишневого и светлых ярких бликов. Таким образом получается, что от формы бликов зависит очень многое. Если у блика такие вот мягкие очертания растушеваны, скорее всего, свет идет, допустим, от солнца или от какого-то источника света, вроде лампочки. Если форма такая больше похожа на квадрат, прочерченный посередине, то можно заключить, что свет из окна падает на объект. Если мы рисуем с вами предмет, который не очень глянцевый, допустим, гипсовый шар, то на нем весьма предсказуемо будет себя вести свет, тень и блики. То есть блик, он будет такой очень мягко растушеванный, при этом он обязательно будет в форме такой вот точки, в форме круга с мягкими краями. И, собственно говоря, это будет самое яркое место в этом шаре. Если мы работаем с вами над глянцевой какой-то поверхностью, рисуем глянцевый предмет, то форма бликов, а также расположение света и тени более непредсказуемое, что ли, у нас с вами получается. То есть нужно внимательно смотреть за натурой или, как в нашем случае, за фотореференсом и подмечать, где цвет у нас становится ярче, где он становится светлее. Вот. И так как перед нами группа тел, то мы смотрим, каким образом вот этот вот рисунок бликов, да, он отличается на каждой из ягодок. Ведь действительно, хотя у нас здесь пять ягод, одна из которых раскрыта, разрезана пополам, свет и тени падают. По-разному, на каждую из этих ягод. В данном случае можно воспользоваться растушевкой, поскольку работа у нас небольшого формата, и где-то это может быть удобнее, чем растушевывать пальцем. Поработаем над мякотью, которую мы видим в разрезе. Можно использовать бежевые, персиковые такие оттенки. Где-то на краях это будет действительно такой же яркий красный цвет, как и мы используем для внешней части вишни. И так далее. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И показать фактуру глянцевых объектов. Смотрите продолжение в следующей серии. И затем мы проработаем немножко деталей на наших вишенках. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Такие наши вишенки. Такие вишенки. Такие вишенки. Можно на черенках добавить где-то теплых оттенков. И в прожилки тоже можно добавить. Таких вот ухлестых, желтоватых тонов. Такие вишенки. 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 Листик можно сделать более объемным, опять же за счет клячки, либо за счет использования более темных карандашей, либо мелков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ярче делаем лики, если это необходимо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...